В этом году в регионе официально трудились порядка 71 тысячи трудовых мигрантов. Из них примерно половина – те, кто уравнен в правах с российскими гражданами. Это жители стран, входящих в Евразийское экономическое содружество – Казахстана, Кыргызстана, Республик Белоруссии и Армении. Другая половина – оформили патенты, право на работу, а еще примерно 20 тысяч – это выявленные нелегалы. 3000 из них были выдворены за пределы России. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что нелегальный мигрант в итоге должен обходиться работодателю никак не дешевле, чем житель Кубани или иностранец, который оформил разрешение на работу. Конечно, нужно жестко действовать и пресекать нахожение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их, в первую очередь, жестко накажем, жестко, тогда, я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Просто негде будет работать. У него потеряется работодатель, исчезнет, растворится. Глава региона поручил проработать вопрос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в крае. Его задачами станет разработка стратегии миграционной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов.